Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд – «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам. Пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Сегодня мы вам расскажем о японском трёхцилиндровом двигателе для французского автомобиля. Итак, встречаем 1К РФЕ. Этот двигатель снят с Citroën C1 2006 года. Однако этот автомобиль не является Citroën. Он создан инженерами компании Toyota и, по сути, является перелицованной версией Aigo. По такому же рецепту создан и Peugeot 107. Все эти автомобили собирались для рынка Европы на заводе в Чехии. На эти автомобили устанавливали бензиновый двигатель 1К РФЕ. Собственно, он сейчас перед вами. Также был доступен и турбодизель объёмом 1,4 литра. Это французский 8-клапанный мотор DV4. Японский двигатель 1К РФЕ – трёхцилиндровый 12-клапанный атмосферник, который создан на основе легкосплавного блока цилиндров с распределённым впрыском топлива в приводе ГРМ. Цепь на впускном распредвале – фазовращатель. По старой доброй японской традиции у этих двигателей нет гидрокомпенсаторов в приводе клапанов. Этот мотор производился с 2004 года и производится до сих пор. Есть версии без фазовращателей, с двумя фазовращателями и даже с турбонаддувом. Двигатели 1К РФЕ образца 2004 года отличаются съёмной крышкой маслоотделителя, который находится в самом блоке цилиндров. Как видите, в клапанную крышку этого двигателя встроен короб воздушного фильтра. Отдельно отметим, что блоки цилиндров этих моторов для работы с МКПП и автоматической трансмиссии отличаются. Отличия есть в отливке под колоколы трансмиссии. Силовой агрегат 1К РФЕ получили первое и второе поколение уже выше упомянутых моделей. Также этот двигатель достался Toyota Yaris IQ Pass, а также некоторым моделям Daihatsu и Tsion. Этот мотор сделан максимально дёшево и просто, но с оговоркой – максимально просто для моторов с Euro 5. В нём, а в особенности в его поздних версиях с 2008 и 2014 воплощено немало решений, направленных на улучшение его экологических характеристик. В целом можно сказать, что ломаться в этом моторе нечему, но некоторые владельцы умудряются довести этот двигатель до масложёра с последующим значительным снижением компрессии. Вообще, этот мотор грязнуля. В его впускном коллекторе скапливается немало нагара, сажи и масла. Но у заботливых владельцев этот двигатель ходит более трёхсот тысяч километров. Разбираемый двигатель имеет серьёзную проблему – он заклинил. Сейчас будем разбираться, что же здесь произошло. Двигатели 1К РФЕ для японских автомобилей оснащены системой EGR, а вот на Peugeot и Citroёнах система EGR появилась в 2014 году со сменой поколений автомобилей. Система EGR отбирает отработавшие газы сразу перед катализатором, но есть исполнение, когда трубка отбора выхлопных газов находится сразу позади катализатора. В любом случае у керамической пыли разрушенного катализатора есть ещё один путь, чтобы добраться в цилиндры. Добавим, что система вентиляции картера плохо справляется со своей задачей, т.е. отсеиванием паров масла. Поэтому сажа из системы EGR буквально склеивается с парами масла и откладывается толстым слоем во впускном коллекторе. Другими словами, впускной коллектор этого двигателя быстро и обильно загрязняется, почти как у турбодизеля. Ну а сегодня этот японский двигатель разберёт наш белорусский механик Александр. Встречаем! И мы начинаем нашу разборочку! А вот то, о чём мы только что говорили. Обратите внимание, как много масляного налёта во впускном коллекторе. Сажи здесь нет совсем, потому что этот двигатель не оборудован системой EGR. Ещё обратите внимание на большой диаметр патрубка для ввода картерных газов. Он практически такой же, как диаметр у канала под дроссельной заслонкой. Как мы и говорили, впрыск топлива здесь распределённый перед впускными клапанами. Обратите внимание, топливная рампа пластиковая, без регулятора давления. Гидрокомпенсаторов у этих двигателей нет. Тепловые зазоры здесь отрегулированы тарельчатыми толкателями. Всего существует 29 размеров толкателей. Регулировка тепловых зазоров в этом моторе самая долгая и хлопотная. Но справедливости ради скажем, что до регулировки тепловых зазоров клапанов эти двигатели ходят порядка 300 тысяч километров. Состояние кулачков распредвала хорошее, светлый масляный налёт. Единственное, что смущает, это следы вскрытия этого двигателя. Кожу ГРМ снимали и небрежно посадили на герметик. В приводе ГРМ двигателя 1К РФЕ используется однорядная роликовая цепь. Цепь служит порядка 300 тысяч километров. Масляный насос и насос системы охлаждения установлены в алюминиевом кожухе привода ГРМ. Помпа считается не особо долговечной. Оригинальная помпа начинала шуметь к пробегу в 100 тысяч километров. Система ВВТА и двигателя 1К РФЕ относятся к четвёртому поколению. Здесь гидравлический лопастной фазовращатель способен изменять положение впускного распредвала в пределах 60 градусов относительно коленвала. Вообще проблем с этой системой не случается. Но если фазовращатель начал тарахтеть, появились провалы мощности вместе с ошибками по положению распредвала, то тогда в этом случае может помочь чистка управляющего клапана. Корпус электромагнита завальцован к золотниковому распределителю. Умелыми ручками можно аккуратно развальцевать клапан и хорошенько его почистить. Но самое главное – правильно его собрать. Для этого оставьте метки на золотнике и на корпусе соленоида. Мы обратили внимание по выступанию штока-натяжителя, что цепь ГРМ здесь новая, но вот коленвал не прокручивается. Видать, кто-то здесь что-то плохо собрал. До 2014 года двигатели 1К РФЕ имели классическую ГБЦ с раздельными выпускными каналами. А вот после большой модернизации конструкция ГБЦ сильно изменилась. Все выпускные каналы были объединены в общий канал прямо в ГБЦ. Таким образом приемная труба в выпуске буквально отсутствует. Сразу после ГБЦ установлен катализатор. Он и сам двигатель очень быстро прогреваются, потому что выхлопные газы не отдают тепло в окружающую среду. А теперь поговорим о состоянии. Здесь мы видим обильный масляный нагар, что, естественно, говорит о масложоре и видим следы небрежной шлифовки плоскости ГБЦ. Блок цилиндров отлит из алюминиевого сплава с открытой рубашкой охлаждения. В нем есть тонкостенные чугунные гильзы. Кстати, в открытой рубашке охлаждения должна быть проставка, но ее нет для улучшения циркуляции охлаждающей жидкости в верхней части цилиндров. Ну а теперь по состоянию здесь мы видим буквально рекордное количество масляного нагара. Быть может из-за него или из-за сбитых меток ГРМ клапаны упирались в поршни, но без удара. В общем, после такого ремонта двигатель оказался не работоспособен. Двигатель 1К РФЕ не раз завоевывал награды как лучший двигатель года в категории моторов до 1 литра. Однако эти награды никак не отражают его ресурс. Из-за экономии на моторном масле этот двигатель легко и быстро изнашивает стенки цилиндров. Принудительного орошения гильз маслом не предусмотрено. На них попадает масло, только то, которое разбрызгивает коленвал. Вслед за износом цилиндров появляется стук поршней при перекладке. На практике потертости на стенках цилиндров и на поршнях долго не вредят этому мотору. Он может шелестеть, стучать, постукивать, но практически никогда не заклинивает. Когда жор масла достигает неприятных величин порядка 1 литра на 1000 км, то тогда лучше поменять мотор на контрактный. Редкие мастера берутся за расточку старых гильз под новые неоригинальные поршни. Но кому-то удается перегильзовать этот блок. Коленвал смещён на 8 мм относительно оси цилиндров. Благодаря такому решению на рабочем такте снижается нагрузка на стенки цилиндров. Другими словами, юбки поршней меньше давят на гильзы, а также снижается скорость поршней в верхней мёртвой точке, что благоприятно сказывается на сгорании топливно-воздушной смеси. Балансерного вала у двигателя 1К РФЕ нет. Его отсутствие компенсирует 6 противовесов на щеках коленвала. Да и так просто дешевле. Кстати, в блоке цилиндров двигателя 1К РФЕ до 2014 года не было масляных форсунок. Ну а теперь по состоянию. Установлены все новые вкладыши. Они даже не успели приработаться. Но самое интересное, что горе-ремонтники вопхнули в этот двигатель обратно старые поршни даже не удосужились их почистить. Верхние коренные вкладыши тоже новые. Отсюда очень хорошо виден хон, который был с завода. Можно оценить износ. Разборка закончена. Вот такой износ случается с двигателем 1К РФЕ при экономии на мотор на масле. А в принципе-то мотор неплохой. При правильном и своевременном обслуживании он пройдет более 300 000 км. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные подробные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте большой палец вверх, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».